привет друзья ну поскольку вы мне прислали камень такое нашем обсуждении о резервных возможностях человека о таинственных явлениях психики и так далее камень такой прислали и дали такой совет и вопрос читал ли я книгу аудиокнига есть такая в интернете посмотрите ну просто великолепная аудиокнига в открытом доступе славы курилова один в океане вот я вам свою картину а вот видите океан и тут золотая рыбка сейчас я вам подарю эту золотую рыбку потому что моя задача чтобы у вас очень быстро сложились все пазлы из разных областей исследований как устроен мозг и как устроена вселенная и вот я с таким удовольствием спасибо большое что мне об этой книге сказали прочитал послушал вернее аудиокнигу запоем запою послушал это же удивительная книга к сожалению она вышла после смерти славы курилова он свое время свое время он значит хотел свободе хотел свободе и он прыгнул с борта лайнера он занимался океанографией он жил в советском союзе и семьдесят четвертом году бежал с туристического лайнера советский союз близ и филиппин без еды и питья без морского снаряжения оснащены лишь маской ластами и трубкой он проплыл до филиппинского берега около ста километров проведя в океане почти трое суток а его пути к свободе эта книга написана им самим увидевший свет после его смерти но он умер через много лет в израиле вы посмотрите в википедии слова курилов год рождения год смерти вот эту историю часа называет одним из самых ярких и опасных приключений двадцатого века прямо не могу я тронут тронут на самом деле слава курилов профессионально кино океанограф хотел увидеть весь мир родная страна не пускал его даже своих границ тогда он посреди океана спрыгнул с борта круизного лайнера он выпал в каком-то смысле он воплощает себя одновременно и гумилевского читателя и его же героя бросившего вызов судьбе это я читаю здесь воплощал себя одновременно гумилевского читателя и его же героя бросающего вызов судьбе русской интеллигенции не следует забывать своих героев их не так много тот кто прочтет эту книгу никогда не забудет страниц в которых слава курилов покрывший за три дня и три ночи одинокого плавания светящихся микроорганизмами скользит тихоокеанской ночи каждым своим движением поднимая ворохи огня вот образ великого вечного мятежника василий аксёнов василий аксёнов с вася аксёнов он тоже встречался писатель великий ну короче говоря сейчас о книге в этой книге которые за поем просто слушал это аудиокнига она в открытом доступе слава курилов это известнейший человек который всю свою жизнь потратил на поиск свободы в себе и вообще хотел быть свободным и он йог йог известнейший йог и он йога занимался всю жизнь и он нашел эту свободу в себе он его назвал самадхи пришел йогой занимался он очень долго тренировался он применял позу под масса на ситхасаны и дыхание он тренировался в таком тонком дыхании это такое тонкое дыхание когда вроде дышишь вроде не дышишь обратите на это внимание и когда вибрации так называемые совпадали с этим тонким дыханием он на это дело лежа и перед сном у него происходило ну как сейчас говорят измененное состояние сознание поскольку он очень сосредоточенно пытался концентрироваться очень концентрироваться на решении каких-то вопросов в этом состоянии вдруг у него как бы происходило вот это самадхи расширялась сознание и он вдруг какой-то момент но вы послушайте эту книгу это удивительная книга какой-то момент он видел чувство тот вопрос который его беспокоил который он обдумывал всесторонние вдруг понимал суть этого вопроса то есть как бы открывалась какое-то состояние которым он говорит это трудно словами передать кто это не испытал это ним невозможно ему передать это словами не хватает слов но я для чего я для того чтобы пазлы все сложились быстро у вас сложились пазлы из разных областей наук из книг о понимании того как устроен мозг что такое самадхи и как в принципе может достигать этого состояния но он тренировался всю жизнь всю жизнь и он много лет занимался йогой он к этому шоу шаг за шагом он годы посвящал этому чтобы пойти к этому состоянию и он нашел это состояние и он входил в это состояние и он испытывал там эту феноменологию вот этого самадхи когда вопрос который его беспокоил он его себе формулировал и максимально сосредотачивался максимально сосредотачивался на этом его интересующимся интересующем вопросе и вот это проникновение через глубочайшее сосредоточение вдруг открывало ему это состояние это самадхи он так назвал это но она так и называется самадхи только вот как-то сложила эти пазлы и понял что это самадхи йоговская бершина йоги он занимался йогой вот и и там он открывал для себя эту истину он видел как бы ответ на свой вопрос который его беспокоил который он пытался решать через это самадхи вдруг он видел ответ на всех уровнях со всех сторон из глубины его видел ответа и со стороны видел ответа одновременно одновременно это просто ну необыкновенно конечно но необыкновенно конечно но я даже для того чтобы у вас все пазлы сложились и сейчас я вам скажу как сложить эти пазлы чтобы вот так годами не тренироваться если бы мы сейчас со славой куриловым могли бы встретиться мы бы обнялись я бы ему сказал то что скажу вам что значительно бы облегчило весь этот путь конечно его мужеству и целеустремленности найти свободу но в данном случае речь идет о глубинной внутренней свободе и он объездил много стран там где-то видимо было он же специально бросился из лайнера чтобы освободиться так сказать географически из того замкнутого круга уже в ссср и там не было у него возможности вот так вот нам любил очень море любил океана там говорит о том что он был счастлив когда он иногда задумчиво смотрел на эти волны и всегда мечтала парусах ну так вот чтобы у вас пазлы сложились я вам сразу скажу что вот это состояние самадхи вот при этом глубоком сосредоточении он тренировался свое точение уже там и говорит что это медитативное состояние он тренировался свое точение я вам сейчас пазл добавлю что вы все сложили да это очень очень интересно это что я вам сегодня говорю чрезвычайно важно чрезвычайно просто поразительно важно важный этот ролик значит смотрите был такой альтшулер он создал теорию разработки изобретательских теорию разработки изобретательских задач вот трис трис называется трис вот и он там говорил о том что он из петрозаводска был он был и писатель фантаста альтов ну его фамилия а шуев петрозаводский жил и у него было много учеников и у него такая школа его первые ученики и самые первые ученики кого уж они другие они у меня тоже буду учениками и вот альтшулер их учил чему вот не калошин сказал так что уже нам говорил вот для того чтобы изобретать для того чтобы изобретать надо освободиться от всех авторитетов от всех учебников от книг и так далее от от всех вот этих страхов выйти на это чистое состояние да ну и вот ну вот смотрите это же самадхи а теперь еще один пазов еще один пазов о чем говорил чинскен михаи о своем потоке книга поток а я вам рекомендую посмотреть видео наберите чей чик сент михаи это величайший профессор он живет в америке он там на кафедре какой-то в каком-то институте и сама венгер по происхождению у него и книги про поток он тоже занимался йогой потом он понял что это ему не подходит потому что там дисциплина он искал свободу тоже а там дисциплина и он нашел эту свободу в этом потоке и он приводит примеры что когда допустим человек занимается любимым делами очень сосредоточен разрешением какого-то вопроса очень сосредоточен очень сосредоточен он какие-то моменты входит в это состояние когда ему как бы это я уже своими словами добавлю как будто ему помогают силе но он назвал это поток там мы допустим композитор он там пытается музыку писать и вдруг какой-то момент музыка как будто сама льется он только записывает но ты есть он художник как будто его рукой будет бог ну короче говоря он входит в это состояние я это состояние знаю я бы с помощью этого состояния но теперь скажем самадхи или поток это поточное состояние это очень интересно слушать я такие вещи говорю если кому-то в голову прошло раньше меня радуйтесь значит мы находимся на одной волне потому что слова например говорю о том что как жаль что я не могу встретить людей которые с которой можно найти понимание потому что объяснить это невозможно словами нет таких слов которые это можно объяснить только тем людям которые испытывали этот опыт если вы это испытывали я просто счастлив друзья ну вы посмотрите а ну посмотрите слава потом чинспен бхай михаи самадхи древнеиндийское состояние который йоги годами-гагадами а тут оказывается человека который занят любимым делом которую в этот момент очень сосредоточен на своей работе он тоже входит в это состояние и слава курим там пишет о чем что в этот момент возникает именно то самое что что говорил Чинский Михаил о своем потоке. Это состояние такого экстаза, понимания. Там происходит понимание. Потому что объект, который тебя интересует, когда ты максимально сосредоточен на решении этого вопроса, ты приходишь за счет этого максимального сосредоточения мыслей, чувств, тела. Вот на этой точке ты вдруг раз выходишь через нее на эту, как бы бесконечность, и оттуда тебе помогает Вселенная. Ну, как будто тебе как Бог помогает, как звезды помогают, как вечность помогает. Ну, вот назовите это, как считаете себе возможным образом. Аль Шулер учил изобретать в этом состоянии. Потому что его ученики, как я сказал, как только у них руки стали расходиться, они стали выходить на это состояние, и говорят, ой, это же то же самое состояние, о чем я больше уже теоретически говорил. Ну, они же, вот понимаете, в чем дело? В этот момент, если быть сосредоточенным на решении какого-то вопроса и выходить в это состояние с помощью ключевых приемов, если бы я сейчас встретился с Чицкеном Михаилем, я бы ему это рассказал. Потому что Чицкен Михаилем тоже говорит, что надо годами, годами тренироваться в мастерстве, чтобы попадать в поток. Ну, вот видите, такая интересная история. Ключ, оказывается, у нас метод, чтобы попасть в это состояние быстрее, проще. За счет резонанса, потому что ты подбираешь все упражнения, которые синхронны твоему текущему состоянию в данный момент, когда ты их используешь. И принципом подбора путев перебора ты выходишь на это состояние. И если при этом у тебя есть вопрос, который ты решаешь, то ты начинаешь решать этот вопрос и проникаешь через него, через эту сосредоточенность и через эти приемы, которые открывают тебе эти звездные врата, условно говоря, ты попадаешь вот туда, в этот поток, в это самадхи. Вот видите, как сейчас все пазлы начинают складываться? Ачури, Ачури, Самадхи и Славакуи. Да. И наша школа Чай Будущего. Да, друзья, видите, как интересно? А я в следующий раз еще что-то расскажу. Да. Потом расскажу. Ой, 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 такие вещи расскажу. Но у вас сейчас, когда вы Метод Ключ будете изучать еще и науку человечности, мы вместе создаем. Это вообще, это вообще, это вообще, вообще, вообще. Да. Ну, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok